всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня необычное видео исключительно для тех кто любит географию историю сейчас я вам скажу не знаю правильно это или неправильно но у меня такая гипотеза появилась небольшая так вот как-то раз я смотрела какой-то фильм научно-популярные сирии а где же она там атлантида бла-бла-бла ну как бы всем интересно где она вообще предположительно находится или находилась там перед тем как утонула и ученые сказали что именно по моему то ли с южной америки птицы летят через океан но почему-то попадают в европу вот и летят они вот как бы ну веками годами там десятилетиями столетиями они отлетают туда и все хотя когда они прилетают европу там не особо тепло и тогда они предположили что вот где-то между южной америкой и европой предположительно был континент ну и я поняла что где-то рядом есть гугл карты и можно просто просмотреть дно океана давайте мы этим с вами сейчас и займемся вот она это южная америка откуда вот предположительно птицы летят значит зимовать почему-то в европу да и вот где-то здесь предположительно находился континент на котором зимовали южно-африканские птицы я ни в коем мере не утверждаю что это там научное открытие или я там претендую на какое-то научное открытие но мне вот просто интересно если честно что при наличии таких технологий неужели никто просто не догадался заглянуть и просто понять мы видим из космоса снимки океана и мы можем просто просто заглянуть туда то есть то что было невозможно еще там 10-20 лет назад сейчас это возможно и вся планета как на ладони что на самом деле очень интересно и для пытливых умов это вообще супер-пупер информации так вот я скажу что при наезде вот в эту вот зону да вот в эту зону ну то есть мы видим вот здесь дно океана а сейчас мы будем наезжать раз два три четыре я надеюсь что мое открытие еще не затерли вот мы короче наехали достаточно крупно сейчас я поищу вот так вот у нас здесь вот африка вот здесь мы начинаем искать и смотреть и обнаруживаем такую интересную штуку а именно очень четкие такие ровные что похоже на дороге не столько на трещины потому что вот видите да как она идет совершенно совершенно идеально ровно и в общем очень все круто ну и соответственно здесь мы где-то вот здесь между южной америка и европы есть место где зимовали птицы типа вот туда вот они все летят летят а вот она моя прелесть то что мне показалось достаточно интересно давайте хоп наедите видите да сейчас еще наеду чтобы показать вам во всей красе просто карта очень трудно грузится и она как бы в реальном времени практически показывается снимки из космоса бла-бла-бла в общем никакой подтасовки вот ну вот что я нашла на гугл картах вам это не кажется немного странным я бы так сказал процент здесь совершенно параллельные геометрические ем с чуткими углами секунду прямо вот жалко пододвинуть надо было бы наверное неплохо в общем карточка сворачивается сворачивается как будто бы хочет что-то спрятать да вот она немножечко тут это так вообще закрывается браузер ну мы перед трудностями не пасуем нам как-то это вот и снова у нас открывается карта в общем намек я вам показала я думаю вы его поняли все неплохо да ну а дело в том что еще там все на самом деле гораздо интереснее не знаю почему так она закрывается сейчас да да чего только не додумывается не глупая женщина сидящая перед компьютером ха 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 в общем если нравится ставьте лайки подписывайтесь на мой канал давайте дружить и общаться и вас ждет на самом деле много интересного гораздо более интересного чем то что вам показывают по телевизору мне в общем показалась моя находка интересный тогда я решила тоже значит воспользоваться поисковиком чтобы найти немало интересного ну и вбила вообще в поисковик тему подводные города вот мы видим какой-то подводный город и соответственно водолаза что еще существуют ли они эти подводные города ну разумеется существуют что как бы бредит то он то есть в части случаев вполне возможно это вообще как бы монтаж может быть но дело в том что ну тут уже понятно что тут игрушки а вот это как бы ну не игрушки и я думаю особенно притопленные пирамиды вот знаете такое ощущение ну это рисунок что я такая вот одна умная а все остальные идиоты вот честное слово ну то есть может быть это какие-то аквариумы может быть графика да частично ну тут понятно ну а тут как бы уже я не знаю не знаю чему верить а факт остается фактом подводные города существуют что-то такое вот подобное я ну может быть это разумеется рисунки может даже кино но почему бы нет почему бы как бы это это пожалуйста нашел он тут ну это рисунок это тоже какая-то такая тема интересная вот лев вот лев тоже достаточно натуралистично изображенный между прочим ну это так вот интересные места притупленные я обнаружила еще около японии в индийском океане и в районе северного полюса и вот она все таки ну может быть это все таки какая-то скульптура расположенная внизу на дне океана как потомкам мы ее сделали но факт остается фактом затопленные города на нашей планете существуют а может быть там ведутся какие-то разработки так что если вам было интересно пишите комментарии они все проходят модерацию потому что мы живем не в раю а тролли мне под видосами не нужны извините простите уважаемые тролли это вот в районе северного полюса вы найдете обязательно это как бы не так уж сложно найти вот они карты карта глючит зика ну каждый человек сможет убедиться в том что я сейчас говорю это вот google карты я воспользовалась google картами для того чтобы найти нечто интересное видите да тоже как-то все геометрически геометрически слишком ровно для того чтобы быть природным явлением вот предположительно местонахождение вот этого непонятного места вот они google карты нам это показывают и сейчас мы еще несколько мест посмотрим так выглядит дно океана между японии и америка сейчас еще посмотрим вот мы видим японию те места которые выше они соответственно светлее те места которые ниже они соответственно темнее и мы наблюдаем что вот она япония она находится прямо на краю какого-то разлома такого глубокого вот мы прямо видим это это же вообще капец какой-то это же жесть как натуралистично все представляете какой хрупкий мир в котором мы живем а я тут к вам с кисточками и с косметозом нет давайте мыслить глобально ребята вот она снова япония и мы вот так вот сдвигаемся вот вот она на краю какого-то какой-то огромный впадины и мы дальше смотрим эту впадину и мы видим опять снова совершенно ровные абсолютно ровные линии настолько они ровные что не знаю на земле даже дорог таких ровных не существует как будто они идут вот туда куда они должны идти и все и можно было бы предполагать что это ну просто природные да какие-то разломы я вам показывал там прям четкий такой угол как поворот есть ну давайте дальше посмотрим ну и вот оно дно соответственно индийского океана прошу прощения за заляпанный монитор вот видите эти прямые линии пересекающиеся ну и как бы интересно правда может быть кто-то еще в мире до этого додумался кроме меня ну походу такая наглая ядна правда вот эти вот ровные линии как будто бы проведенные по линейке заставляют задуматься линии и все